всем привет за последний год я наверное уже раза четыре рассказывал про трансформеры про какие-то сетки на трансформерах в разных из своих видео в каких-то отдельных статьях у себя в блоге но это было именно про отдельные сетки а сейчас это видео ну и параллельная статья на хабре к нему они немножко более в общем про текущую идущую тенденцию это довольно интересная тенденция я бы сказал что она активно развивается последний год это приход трансформеров компьютер vision в целом ну наверное вы понимаете что трансформеры изначально были ну трансформеры такая архитектура нейронных сетей которая изначально была создана для различных лингвистических моделей то есть самое крутое что на них впервые запустили это соответственно переводы то есть перевод с одного языка на второе и трансформер качественно позволил повысить уровень перевода по сути трансформеры такая архитектура у которой во главу угла построен attention attention это когда у нейронной сети есть некоторый механизм внимания который позволяет ей сфокусироваться на основных элементах там последовательности объекта или чего-то ну рассказывать про каждую из этих вещей это долго то есть если вам что-то интересно то можете посмотреть собственно я вот там статьи на хабре есть ссылки более подробная то есть изначально google придумал трансформеры и следующие трансформеры это 2017 год середина где-то и до 20 года трансформеры они развивались вот в этом поле лингвистических преобразований из переводов они сразу потихоньку начали идти в сторону генерации речи по сути в сторону некоторых лингвистических моделей собственно знаменитый gpt3 про который сейчас где только не говорят это достаточно классический трансформер просто в котором очень много параметров и который учится на очень больших датасетах но в целом на трансформерах там генераторы кода различные попадались генераторы музыки много-много вот таких вещей которые скорее связаны про последовательности и это как бы логично потому что трансформер если посмотреть на его архитектуру она изначально устойчиво и достаточно неплохо работает с последователями где нет локальной корреляции то есть вот сверточных сетях они сильны где локальная корреляция какие-то рекуррентные сети они скорее там все таки что там соседние события как-то связаны а трансформеры они вот собственно к языку устойчивы у вас в языке могут два слова стоять которые принципиально разный смысл нести принципиально в разных плоскостях а трансформер это нормально переваривает и изначально казалось что трансформеры не очень хорошо зайдут на какой-то компьютер vision потому что ну как там компьютер vision надо учитывать что все тут вот локально скоррелированные вот все так как-то так и изначально их и не стали применять напрямую к изображениям их применяли как некоторая такая постобработка того что выделила нейронная сеть я вот помню даже году в девятнадцатом или восемнадцатом я пытался там применить трансформер как-то к выдаче там мы распознавали какие-то текстовые последовательности я пытался к выдаче такой текстовой последовательности но в итоге плюнул и какую-то более простую аттеншн механизм модель с аттеншн механизмом использовал но в принципе даже тогда уже ходили идеи что может быть как-то применить трансформер надо к вот именно это изначальной последовательности ну там выделенных фич каким-то бэкбоном и собственно так 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 и собственно первый действительно вот сильный такой результат он был на мой взгляд это dator так сейчас я расширю ну вот это вот трансформеры которые просто что такое трансформеры первая статья гугла и первый сильный результат это собственно dator это сетка которую выпустил facebook она пасу может я сейчас немножко некорректно говорю может быть там были рядом какие-то другие статьи в которых тоже трансформеры применялись но вот для меня это там первая статья в которой я увидел такое интересное применение трансформеров для компьютер vision которая реально там давала новый эффект и новое качество и по мой собственно про dator я у себя даже в блоге рассказывал я не буду сосредотачиваться за исключением того что вот я подкажу вот эту вот вещь что вначале брался бэкбон и к нему применялся энкодер-декодер трансформерной и дальше исходя из него он уже формировал гипотезы где находятся объекты и какие dator не был топовым там детектором во всех абсолютно случаях но там где он учился и так как он учился он бил бенчмарки возможно если бы его использовать там и для других сложных кейсов он тоже бы неплохое качество показывал но не уверен на сто процентов вот но вот там классические кока он рвал на момент выхода по моему сейчас до сих пор разные производные детера его рвут проблем детера была в плохом обучении то что он довольно много надо и сложно учить и собственно следующая вещь которая была интересная это уже был деформа балдетар и деформа балдетар его уже там было пристойно учить мы как-то его вам даже вроде потыкались но у нас обычно в наших задачах не очень огромные дата сеты и по моему мы просто увидели что там никакого особо прироста нет зачем там опять же тратится на архитектуру который там не дает сверх крутого прироста но по многим задачам наверное там даже на наших дата сетах это может быть могло бы работать так параллельно с ними была такая статья вышла visual transformer и они по она по сути тот же механизм реализовывал там чуть по-другому что нейронная сеточка там каких-то выдернуть примитивы feature map на первом уровне и дальше как-то трансформерами все это дело обработать тут немножко по-другому это было вот но она по моему там семантик segmentation делала вот в целом вот это было как бы год назад двадцатый год то есть начиная где-то с мая вот пошли активно эти статьи то есть датар деформа был датар то есть датар он там когда был ну короче где-то в май датар был деформа был датар сразу за ним вот этот вижу трансформер чуть позже чем они хотя это вот похоже на независимую работу скорее так и следующий и как бы пошли вот такие сеточки которые трансформер запихивали следующий на мой взгляд вот такой большой крутой прорыв это был вид это по сути опять же гугловская сетка собственно ты хочу красивой картинки что ли это вот собственно вид был заключалась в том что а вообще нафиг сверточные слои давайте нарежем патчей эти патчи линейно запихаем в трансформер и она работала в принципе на удивление оно там оно не было топовым результатом на тот момент когда вышло но на удивление оно давало вполне сравнимые состоит у фарта результат и как бы работало и буквально там в течение месяца уже по моему так это был гугла вышла там работа фейсбука date и они собственно сказали что вот офигенная работа мы там до тюнинговали и она стала там собственно вот был вид мы там вот топовый state of art наши сеточки на тот момент вот и вот мы потюнинговали его и стало вообще так То есть они там, что-то они меняли по архитектуре, но глобальная идея того, что разбить на патчи и запихать в трансформер, она сработала. И вот это вот, на мой взгляд, такой был очень знаковый результат, что в реальности свертки не нужны. То есть, и по сути, вид он вот в декабре был. И это очень круто, это очень крутой результат. Который, собственно, подвел к тому, что трансформер это такой вариант свертки, с которым можно обращаться во многом в тех же ситуациях примерно так же. Чтобы закончить вот эту вот идею, то есть с одной стороны все это дело заходило со стороны фич, с другой стороны это заходило со стороны вообще нативных картинок. И с третьей стороны все это можно было завести, была такая сетка SELIP. Опять же, про нее я делал видео и какой-то обзор. Она была, соответственно, про то, как можно вообще тренировать классическую там ResNet с достаточно классическим выходом. Но тренировать его параллельно с текстовым описанием изображения тем или иным. И, соответственно, по этому текстовому описанию тренировался трансформер. Но трансформер, он как бы бустил качество тренировки и тащил за собой сеть распознающую. И в результате можно было, грубо говоря, там отламывать вот этот вот кусок на Inference, и Inferit, например, только этот кусок, который был уже затренирован сильно лучше трансформером по другой задаче. Там есть свои хитрости и особенности применения. Оно не везде работает, но в целом это вот такой тоже интересный, на мой взгляд, знаковый подход, как можно применять трансформер. Ну а после этого пошло-поехало. То есть, если посмотреть с нового года, то там десятки и десятки статей, в которых качественно крутой новый результат. То есть, например, там трансформеры применяются... Для этого берется в первую очередь архитектура вот этого вот вид Date. И, соответственно, есть вот две статьи вышли. Одна от автора YOLO V4 Алексея и от автора Midas. Это оценка глубины, сеточка по оценке глубины. Я про нее тоже делал видео, рассказывал. Это Vision Transformer for Dance Prediction. Очень крутой. То есть, более подробно вот лучше мое видео посмотреть. Это более... По сути, это опять же использование вот этой архитектуры вид и date для получения базовых фич. И, соответственно, следующая статья... Но тут, кстати, был выбор. Тут можно было в первый уровень делать свертками, он получался более быстрым. Или первый уровень делать за счет, опять же, прямого запихивания в трансформер. Он получался помедленнее, но качество получалось повыше. И еще есть такая параллельная статья, тоже про сегментацию. Но она, типа, дольше работает. И архитектура, на мой взгляд, не такая прикольная. То есть, нет вот этого совмещения того, что можно и так, и так. И, по сути, это вот просто развили тот же самый вид, тире date. Немножко потеннинговали, перетащили на сегментацию и получили там первые места на задачах сегментации. Но он, как я понимаю, достаточно медленный этот подход. Если хочется там хорошего качества по итоговому результату, он получается там как самые-самые большие жирные EfficientNet. Вот. Хотя я слышал даже от кого-то, что при этом он там только памяти больше. Не помню. Что-то, в общем, народу не нравилось, как работа. Это, я сказал, вот такие абсолютно два базовых следующих применения за авитом, которые пошли. Но параллельно были вполне сетки, в которые начали запихивать... В которые начали запихивать трансформеры. Но примерно с тех же вот этих трех направлений, с которых я начал. Но все немножко там где-то сбоку, так, с краю. То есть, например, сетка для построения соответствия между двумя изображениями. То есть, вот этот классический старый пайплайн. Там сифты, сурфы, ранзак поверху. Там год назад уже появилась первая нейронка, которая била ранзак. А вот тут вот сходу они, собственно, придумали крутую сетку, которая на базе трансформеров может... Тут трансформеры как раз вот скорее постфактум фич из двух картин объединяют. Но вот за счет трансформеров и вот их этой нелокально коррелированности и универсальности, оно неплохо решает вот эту задачу построения. Я не вдавался, к сожалению. Я бы хотел это как-нибудь попробовать, но пока что там времени нет. Я не знаю, насколько это по скорости быстро, насколько это там хорошо, насколько надо переобучать под другие задачи. Но в целом все работает у них. Следующее там интересное применение там трансформеров. Опять же, вот это когда первичные фичи какие-то выделены. Фичами же может быть скелет выделенный. И вот ребята берут и выделенный скелет, по сути, засовывают в трансформер. И через, то есть вот этот трансформер состоит там из первого трансформера, который создает некий энкодинг для скелета. И набор этих скелетов энкодинговых используется для восстановления 3D человека. То есть, по сути, последовательность движения помогает восстановить 3D. Это очень крутые идеи. Мы в Cherry Labs похожие идеи там еще 3 года назад использовали без трансформеров. Но то, что теперь это так просто делается на базе трансформеров, это очень круто. То есть, по сути, вот эти вещи, они откроют путь к новому там State of Art во многих интересных вещах. Вот. Вот это интересные вещи, на мой взгляд. И опять же, вот этот подход, когда мы совмещаем неким образом там выход с сверточной сети, когда просто детектируются какие-то низкоуровневые фичи, и обрабатываем их уже трансформером. Это, безусловно, позволит перейти к видео очень круто. В принципе, сама по себе поза — это тоже некоторый достаточно сложный объект. Поэтому были ребята, которые, опять же, вот последние 3 месяца где-то начали выходить эти трансформеры. Опять же, там сверточные сетки на первом уровне для детекции позы используются. Очень знакомая вообще эта архитектура. Ее там очень много для детекции позы, когда использовали. Но просто тут добавили трансформеры, выкинули старую часть, которая там на сверточных сетях работала. И получили State of Art результат. И вот любые такие вещи, которые нетривиальные, они все сильнее и сильнее начинают сейчас разгоняться трансформерами, когда есть последовательности и что-то связанное. Помните, я год назад делал большую статью про трекинг. И, соответственно, в этой статье я там рассказывал, какие там сетки есть, вообще подходы в целом. Нужно понимать, что сейчас вот за последние 3-4 месяца это кардинально изменяется. То есть появился, то есть, конечно, там базовый какой-то трекинг, который там все будут использовать на Jetson Nano, он там еще 3 года останется таким же. Но топовый трекер, они уже другие. То есть, ну, например, вот топовый трекер за счет корреляции. То есть, там, тащить без детекции, когда там скорее это детекция, тащится один объект, это там один из классов задачек, чек. Он уже лучше там работает, чем все, что было. Если говорить по поводу трекеров, которые тащат б-боксы, вот, соответственно, один трекер, который тащит там, выделяются б-боксы, и он их тащит. И, соответственно, там вот второй трекер, который примерно тем же самым занимается, что детектирует объекты, и они тащатся между кадром. То есть, используется бэкбонд сверточной сети. И, опять же, эти... Я там немножко запутался, у всех почти одинаковые названия, но, по-моему, уже все в топе разных конкурсов по трекингу. Реидентификейшн. То есть, опять же, пока что это различные, это разные модули, но, в целом, реидентификейшн, он уже тоже довольно неплохо затащен в... Он сделан на базе трансформеров. И, опять же, там топовый какой-то сейчас они показывают результат, который превосходит другие метрики. И собрать тот же трекинг на базе классического подхода, что возьмем там выделение бэкбоксов, реидентификацию, и поверху этого еще трекинг, мы получаем сейчас результат, который там будет выше любого прошлого State of Art. Выделение, там, распознавание лиц через трансформеры тоже улучшилось. Я там не рылся в... Это какая-то совсем свежая статья. Там, посмотрите, я, по-моему, они пока не... У них, по-моему, где-то было написано, что они лучше стали, но на метриках, мне кажется, они еще нигде не видны. В медицине очень много интересного было сделано, собственно, уже на трансформерах. В основном, опять же, это простой, там, тот же вид взятый, так или иначе, и как-то использован. Сейчас. Ну, например, там... Вот это, вот это кто там? Сегментация сделана. Ну, тут... Нет, тут CNN-ные фичи сейчас там. Покажу статью, где вид использовался для первого уровня. Так, цей. Ну, собственно, вот это вот. Они тут 3D-шные объекты придумали, как запихнуть в вид трехмерный уже. Хотя тут CNN-ка какая-то есть. Ну, не суть, все равно, как бы там, уже на базе трансформеров. И, в принципе, вот... Там еще какие-то в статье на хабре есть примеры, все они уже там помельче. Скорее интересно, что это последние пару месяцев. Единственное, чего я сейчас не видел вообще, это почему-то нет крутого распознавания текстов на трансформерах. Казалось бы, там, тексты, лингвистическая модель, трансформеры, это то, что тут нужно. Но пока что его нет. Я думаю, что в ближайшее время появится, может быть, идея кому-то для научной статьи или чего-то такого. Вот. В целом, это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Всем пока.